Первый день седьмой Всероссийской туристской премии маршрут года стартовал с обсуждения детского туризма. Участники рассмотрели реализацию программ для юных путешественников в 2021 году, а также новые нормативы и дорожные карты, составленные Ростуризмом. Кроме этого, своим опытом и лучшими практиками поделились участники из разных регионов. Обычно всем хочется, чтобы все-таки чуть больше дети ездили. Это зависит и от законодательства, и от нормативов, и от кошелька родителей, и от государственных программ, и в том числе от региона. Насколько все-таки, знаете, как региональные и власти, региональный бизнес осознает и понимает, что ребенок — это, во-первых, будущий потенциальный турист, уже взрослый. Если мы ему привычку не привили из детства путешествовать, наверное, он и вырастив тоже не станет таким уж поклонником какого-то путешествия и туризма. От обсуждения детского туризма перешли к трендам туристических маршрутов и экскурсионных программ в 2021 году. После конференции были подписаны соглашения. Первое — о взаимодействии по развитию туризма в республике между Министерством спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и туристической компанией ТУИ. В рамках этого соглашения традиционно потом подписывается еще и отрабатывается предварительно план мероприятий по выполнению этого соглашения, который предусматривает все наши совместные действия по созданию туристического продукта, его продвижению и реализации. И этот план мероприятий на основе соглашения будет предусматривать в том числе проведение аналитической работы по анализу турпотенциала республики, экспертная работа. Еще одно соглашение подписали между Министерством спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и компанией РЖД ТУР. В его рамках туристский потенциал республики будет развиваться с использованием возможностей железнодорожного транспорта. В том числе планируется организовать железнодорожные туры выходного дня, межрегиональные школьные туры и не только. 3 февраля пройдет открытие финала 7-й Всероссийской туристской премии «Маршрут года», а 4-го наградят победителей. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. Продолжение следует...